я запустил запись всем привет поехали я сегодня из необычного места как я уже говорю я из дома потому что ковид карантин и все такое поэтому если будут какие-то посторонние вмешательства в ход лекции приношу извинения заранее тема сегодняшней лекции это взаимодействие с элитационными базами данных вообще конечно вот мы в прошлый раз уже рассмотрели что там collection zpi рассмотрели лямбда и метод референса и хочется прямо вот впуститься в дальше в какой-нибудь там stream zpi в конкуренции мне самому очень хочется туда погрузиться но это все нас ждет впереди сейчас мы должны сделать такую паузу и по плану нашему рассмотреть тему может быть не такую интересную и вообще этот gdbc 5 такой старый вот но она важна для того чтобы вам можно было делать домашнее задание но и кроме того это такая фундаментальная штука без которой наверное написание никакого бэкэнда реальных каких-то практических задач вообще невозможно итак java и реляционные базы данных ну да маякните там в телеге в телеграме значит кто с реляционными базами данных уже дело имел то есть язык sql кому знаком кому не знаком напишите плюс минус я посмотрю вот у нас тут о плюсы и плюсы полетели спасибо вот значит очень здорово то есть это очень старая старинная такая технология не 70-х годов с нами существуют они являются наиболее распространенным способом сохранения информации в самых разнообразных системах они очень зрелые стабильные богаты возможностями и их очень много и как бы ландшафт этот он постепенно меняется если раньше там превалировали дорогие какие-то проприетарные решения типа db2 или оракла то сейчас вот на этом рынке но по ощущениям так postgres доминирует open source на бесплатная система что в них хорошего они дают очень много гарантий у них есть транзакции у них есть ссылочная целостность у них четкая понятная модель что эти базы данных гарантируют нам кроме того хотя этих баз очень много самых разнообразных от самых разнообразных вендоров все со всеми с ними мы работаем через язык sql который более-менее одинаков у всех то есть хотя он конечно различается у каждой базы данных свой sql но по сути своей он унифицирован и вы зная sql там по опыту работы с каким-нибудь postgres вы приходите в какой дебиту и вы сразу же начинаете работать с этим дебиту то есть вы учите sql sql который по сути един для всех вас данных это большой плюс вот и как бы сейчас реалии изменились частом пришла эпоха больших данных сейчас пришла эпоха высоких нагрузок и основной минус реализационных баз данных в том что все-таки это не распределенные системы они построены вокруг концепции единого сервера как-то масштабировать их с сохранением тех гарантий которые дает реализационная база данных не всегда удается поэтому получить появились всякие всевозможные но и сколь системы которые хорошо масштабируются но не дают привычных нам гарантий и фич реализационных баз данных вот но все-таки важно понимать что абсолютное большинство задач практических задач не связанных с какой-то супер высокой нагрузкой или с какими-то супер высоким значит количеством обрабатываемых данных решается реализационными базами данных и ваш выбор для хранения данных скорее всего всегда будет реализационная база данных естественно джава появилась сюжет как бы как самого момента проявления джавы возникла необходимость как бы работы с реализационками и самого начала было принято решение эту работу стандартизовать потому что уже было понятно что все реализационки они хотя и разные но язык одинаков возник вот это вот jdbc которая называется java database connectivity и как бы это было вдохновлено майкрософтовской инициативой open database connectivity для оси языка и удивительно что с девяносто шестого года как бы jdbc до сих пор с нами этот стандарт и он продолжает потихонечку развиваться десятилетиями используется и пока альтернатив столь же хорошо распространенных как и gdbc не видно поэтому как бы такая немножко замороженная в десятилетиях штука у нее из-за этого есть некоторые странности и скажем так несоответствие современным представлением о том как api работает но тем не менее это это вещь с нами мы с ней живем значит как какая основная идея идея в том что в принципе код вашего приложения когда ему надо воздействовать взаимодействовать с базой данных он на самом деле взаимодействует jdbc интерфейсом который стандартизован и который в принципе но это позволяет приложению не знать на какой базе она бежит на самом деле это конечно же не совсем так или вернее совсем не так потому что формировать конкретные SQL запросы приложение обязана и она при этом должно понимать какая именно база данных там работает и каком именно диалекте этот SQL формировать но основные абстракции jdbc выдает независимо от всех баз данных и соответственно непосредственно с базой данных работает jdbc драйвер который мы используем для подсоединения базе и вот эти jdbc драйверы они как бы чем хороши они хороши тем что также как и база данных и как сама технология они существуют уже десятилетиями они очень стабильные они очень высокого качества они постоянно фиксится там постоянно решаются какие-то перформансные проблемы и поэтому любой базе данных реляционный и части даже не реляционных баз данных вы можете найти такую штуку как jdbc драйвер находите jdbc драйвер вы его подключаете как бы в зависимости к своему приложению и вы можете работать с базой данных через jdbc api который одинаков для всех данных то есть ситуация вот какая да так как я сейчас не вижу телеграма у меня нет отдельного экрана то если какие-то вопросы будут пожалуйста размьючивать из тому же у нас мало народу это не создаст мне кажется проблем размьючивать и создавать вопрос голоса точкой входа как бы что является точкой входа в баз данных то есть как указать java что вот она база данных коннекция к ней это делается через connection strings connection строки подключения или database url как понять какой как сформировать этот database url очень просто берем к инструкцию к нашему jdbc драйверу смотрим что там написано там будет инструкция по поводу того как database url сформировать здесь на экране показаны примеры значит возможных database url для разных баз данных все видим что они начинаются со строчки jdbc дальше идет тип база данных а дальше уже идут штуки специфичные то есть формат он может отличаться но суть везде одинаковая это ip адрес сервера это порт на котором работает сервер и значит может быть если это сервер поддерживает несколько баз данных на одном сервере то это база данных ну и может быть какие-то еще другие параметры подключения которые могут через эту строку подключения передаваться в специфичном формате а дальше начинает работать собственно говоря jdbc который предоставляет несколько абстракций которые уже общие вообще для любой базы данных с которой наработать интерфейсы значит смотрите мы сейчас по ним пройдемся несколько раз и вы их запомните очень легко после данной лекции прежде всего мы должны подключить получить такую абстракцию как connection соединение с базой данных понятно через этот connection мы имеем значит всякие штуки для создания объектов уже работающих с базой данных основным является стейтмен значит через connection мы появляя получаем стейтмент у стейтмента мы получаем возможность выполнить какой-то квери который уже выполняется на языке sql значит через метод execute query мы получаем там объект result set result set это ну меньшем количестве случаев это просто скалярное какое-то значение в большем количестве случаев это именно таблица то что получается на выходе которым вы можете итерироваться там при помощи next 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 читать поля и уже превращать это в какие-то данные внутри java вот каким образом выглядит обычная итерация через сырой gdbc в базе данных то есть мы получаем здесь connection я сейчас вернусь к этому вопросу я сейчас показываю простой пример который на самом деле не соответствует действительности не соответствует тому как это делается в реальности в реальных боевых проектах но и как вы делать точно не будете но я должен это показать что вы поняли высокоуровневую картину то есть чтобы значит получить меня заслоняет до чтобы получить допустим у нас есть таблица такая спикеров не знаю конференционных чтобы нам получить список имен спикеров мы что делаем мы получаем connection из connection мы получаем statement statement уговорим выполни запрос выйди выбери имя до from speaker и затем после каждого значит при каждой итерации мы выводим в консоль имя спикера заметим что и connection и statement у нас в три блоки сформированы почему потому что и connection и statement это объекты которые захватывают ресурсы и эти ресурсы после использования необходимо высвобождать поскольку если мы не будем это делать в три блоки и не будем вызывать close значит для этих объектов то у нас произойдет утечка ресурсов прежде всего утечка ресурсов на сервере и в какой-то момент сервер базы данных нам может сказать извини друг но больше коннекшенов ты уже открыл у меня там 600 коннекшенов значит я тебе больше коннекшенов не дам у меня закончились на это ресурс или больше я те стейтментов не открою prepared стейтментов каких-нибудь не создам у меня закончились на это ресурс поэтому вот эти ресурсы они как бы управляемые их необходимо закрывать после использования с этим связаны некоторые как челленджи относительно того как же вы будете проектировать ваш софт но про это у нас вот к этому мы сейчас подходим как получить gdbc connection это первое вообще что нам понадобится да то есть мы уже поняли любое взаимодействие с базой она происходит через connection соответственно connection надо как-то получить и вот здесь я вас должен предупредить от какой-то ошибки новичка потому что много таким встречался такое видел вы берете какой-то тьюториал ищите в интернете значит или какой-нибудь учебник и вот там будет прописано там про глава про gdbc как получается connection connection получается через драйвер менеджер значит через connection string и вы получили объект connection таким образом конечно вы можете получить connection и даже ваш hello world пример работы с базой данных будет работать но это не то что вы будете делать в реальной жизни более того вы никогда не будете получать в реальной жизни connection вот таким вот образом прямо через connection string значит и драйвер менеджер почему так дело в том что gdbc connection это такой особый объект с одной стороны это корневой объект и точка входа вообще ко всем возможностям взаимодействия но создавать его это накладно и держать его тоже накладно то есть ну даже через драйвер менеджер если вы попытаетесь connection создать вы заметите с реальной базе данных которые по сети работают вы заметите что он создается достаточно небыстро то есть там секунда может пройти так ощутимо притормозить систему прежде чем этот объект создаст соответственно если вы хотите на каждый реквест вашего пользователя с сайта допустим открывать connection то есть пришел реквест пользователя пользователь запросил страницу а мы прежде чем эту страницу отрендерить еще и connections базы возьмем вот это значит добавляйте к ожиданию пользователя сразу вот эту секундочку на создание connection пока он там с убд свяжется подтвердит логин пароль с убд ему там выделит ресурс на это все и в общем connection произойдет во вторых как я уже говорил его надо закрывать и это хлопотно с точки зрения структуры приложения но окей можно сказать хорошо давайте мы не будем его закрывать а будем как-то переиспользовать то есть будем держать его большой и будем его переиспользовать между разными запросами и тут сразу возникает две проблемы с connection значит ну первое то что она имеет тенденцию портится но отвалился connection базе данных это как бы такая обычная история когда вы открыли connection долго долго там с ним что-то делаете потом какая-то проблема с сетью произошла connection ваш больше не валидный вы не можете его использовать база данных закрыла или там сеть разорвалась это первый момент то есть его надо мы его конечно переиспользуем на долгой дистанции можем переиспользовать но мы должны постоянно проверять что он валидный ли он и если что переоткрыть и основная как бы проблема которая делает невозможным вот такой вот наивное переиспользование одного коннекшена между разными запросами в веб-приложении то что он не потокобезопасно про java concurrency мы будем говорить буквально через занятия да следующее занятие будет про strings API следующие про concurrency вот но сейчас важно понимать что обычные java сервлет контейнеры там типа томката они запускают каждый запрос от пользователя в отдельном потоке выполнения а connection не может быть расшарен между разными потоками выполнение то что нам не гарантирует вообще валидную работу правильную работу в такой ситуации то есть нужен один connection на один thread и выход из этого это выход из этой ситуации это использование паттерна который называется object pool то есть нам надо построить такую вещь как пул соединений и на самом деле всегда и везде работая с реляционной базой данных через gdbc вы будете работать через тот или иной пул соединений почти как он работает зачем это нужно я объяснил теперь как это работает на самом деле когда нам нужен connection ну быстро раз получить connection мы обращаемся к ник драйвер менеджменту мы обращаемся к пулу и спрашиваем пул пул у тебя есть какой-нибудь свободный connection для нас сейчас уже открытый и готовый и пул может этот connection сразу же отдать нам и когда он его нам отдал другой клиент который придет может быть в параллельном потоке выполнения этот connection уже не получит он получит какой-то другой а если значит его не оказалось то тогда пул говорит подожди сейчас я тебе его сделаю он идет там через драйвер менеджер получает connection естественно мы в этот момент подождали какой-то момент затем этот connection оборачивается в пул connection у которого происходит подмена вызова метода close и возвращать нам этот пул connection дальше мы получив вот этот вот connection из connection пула в трайвер ресурс из блоки когда из этого блока выходим да не явно вызываем метод close так вот метод close у пул коннекшена делает не то же самое что у сырого connection он не закрывает его не говорит базе данных все мы закрылись мы больше не будем пользоваться нет он возвращает этот connection в пул то есть в тот там что там у него будет рейлист или какая-то стрессейф скорее всего структура данных которая держит эти connection и для других пользователей но при этом сам он ее не закрывает но и при этом в следующий раз когда возникнет пол он там прежде чем отдать проверит на валидность не отвалилась ли это connect connection или там можно ли его отдавать то есть получается такая вот структура уже целый такой класс который понятно что он работает сложно важно понимать как он работает но важно понимать что он работает он сложно реализовать самому такую штуку ну наверное можно но не нужно потому что умные люди уже много раз такое сделали и скорее всего вы работаете через интерфейс java javax sql data source который является стандартным интерфейсом для connection пула и его вам предоставляет либо фреймворк с которым вы работаете либо jdbc драйвер как уже непосредственно базы данных с которой вы работаете поэтому реальная работа с connection она определяется она вот таким вот образом мы получаем connection с connection пула получаем ее в три блоки в три блоки что-то делаем затем когда выходим закрываем но на самом деле не закрываем и возвращаем в пол вот это важная вещь которую необходимо понимать но дальше когда мы connection уже получили у нас есть различные методы работы с во первых мы можем управлять к транзакциям то есть но как бы я думаю что если вы уже работали с реализационными базами или как-то их изучали то вы понимаете что такое транзакция транзакцию можно закомитить что транзакцию можно откатить и тогда все что вы делали в рамках данной транзакции ну как бы исчезнет и можно считать не не бывшим вот соответственно на это вы можете сделать здесь во вторых statement и значит то есть такие точки через которые такие объекты через которые вы собственно можете с базой данных взаимодействовать из модифицируя в ней данные либо получая данные из них и здесь их три вида это create statement prepare statement и prepare call собственно говоря они порождают объекты которые реализуют вот такие вот интерфейсы их вот такая цепочка значит в вершинке этой цепочки находится авто-клоузабл потому что все они всех их надо создавать встраивать ресурсы с блоки всех их надо закрывать вот я сейчас об этом так много говорю потому что следующая вторая половина лекции это будет показ некоего кода где мы посмотрим значит как же с этим можно работать и как с этим работают но настоящие фреймворки типа спринга значит statement который может что делать он выполняет как правило там к вере по строке то есть у вас уже есть готовая строка с SQL запросом каком это может быть select запрос это может быть апдейт запрос какой-то который вы отправляете в базу данных база данных выполняет и возвращает вам некий result set который вы можете проитерировать другая разновидность statement это prepared statement в котором у вас есть запрос но в этом запросе есть параметры вы отправляете там часть чаще всего это делается так он отправляется в базу данных база данных его парсит и в база данных предоставляет вам возможность больше не отправлять каждый раз этот запрос на то текстовый запрос он длинный уже по сети передается не отправлять этот текстовый запрос а просто говорить вот такой-то prepared statement тут у него такие-то параметры и значит выполни его с такими параметрами это может выполняться как на стороне базы данных так и на gdb стране gdbc драйвера тут все возможно база данных разные бывают но про важность использования prepared statement я сейчас скажу отдельно есть еще callable statement callable statement это еще большая большая спецификация которая нужна на самом деле для запуска хранимых процедур в базе данных чем callable statement отличается от prepared statement тем что помимо input параметров то есть параметров которые передаются в внутрь запроса и возвращать он может только result set здесь еще могут быть output параметры то есть некие параметры которые ну как по ссылке передаются да и на самом деле через output параметры хранимая процедура может вернуть какие-то дополнительные дополнительную информацию вот именно поэтому нам нужен еще callable statement потому что в нем есть метод регистраут параметр значит как работаем и со стейтментом из prepared statement значит работа следующие мы у нас имеется connection уже значит замечательно мы берем вот этот вот select запрос и видим что одно один так как бы то место которое мы хотим параметровать мы его заменяем на знак вопроса после того как мы его создали 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 мы его в 3 блоки опять же а мы можем задать параметр через там метод с через методы send то есть вот данном случае параметр у нас предполагается int соответственно грим set in и дальше индексируясь единицы значит этот запрос параметризуем не очень удобно да но не очень может быть логично не очень современно выглядит но моя задача сейчас рассказать про gdbc хотя на самом деле над этим много всяких оберток мы чуть-чуть попозже обсудим вот после чего мы получаем резалт сета тут классическая такая схема и потом по этому резалт сету мы можем проэтерировать вот почему я говорю что там подчеркнул что надо использовать prepared statement где угодно и как можно чаще не только потому что вот так так вот удобно задавать параметры ведь можно задать параметр другим способом можно сказать where conference id а здесь дальше через контентацию подпихнуть какую-то переменную вот и часто так делают но так делать не надо и я как бы моя задача сегодня сказать вам что вот используйте prepared statement из параметризованные по умолчанию старайтесь их пропихнуть как можно больше потому что это избавит просто таки человечество от определенных проблем проблема это искойли джекшн кстати тоже поплюсуйте поминусуйте значит кто слыхал про искойли джекшн кто не слыхал это довольно распространенные атака на базу данных релизионная сейчас открою я сейчас открою этот самый telegram чтобы посмотреть минус 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 плюс ага значит какое-то количество людей здесь не знают про искойли джекшн и об этом в любом случае об этом стоит сказать подробнее и остановиться потому что если мы работаем с базами данных с релизионными базами данных мы должны про эту возможность как разработчики помнить каждодневно и это вот как не знаю как гигиена какая-то определенно значит суть такая очень легко сделать вашу систему уязвимой для внешних атак если вы пользуетесь релизионной базой данных и отправляете в базу данных запросы которые конструируются на основании данных пришедших от пользователя то есть вы можете сделать такую историю сказать ну вот запросишь мне информацию про пользователя значит а какого то а вот здесь вот мы выдали юзернейм а юзернейм мы допустим спросили о через графический интерфейс пользователя от пользователя системы который имеет доступ к базе данных казалось бы нормально да сделали вот этот select звездочка from users вернейм равняется юзернейм здесь закавычили что может пойти не так а пойти не так может все что угодно потому что вот в качестве юзернейм пользователь злоумышленник может вставить вот такую строчку или вот такую строчку или кучу другой всякой гадости значит подставьте вот эти вот строчки мысленно сюда и увидите что в первом случае мы закрываем вот эту вот кавычку и пишем or 1 равно 1 здесь получается валидный совершенно select запрос который база данных интерпретирует уже как не верни одного пользователя верни всех пользователей вообще из таблицы или если мы поставили вот такой вот то это значит верни нам что-то но потом возьми и удали всю таблицу путь и если значит еще и с правами доступа и с ролями как бы того пользователя от которой работает gdbc там не все здорово то злоумышленник просто возьмет и удалит данные у нас из базы данных и он как бы это могут сделать еще кучу всякой другой гадости я это расскажу сейчас вам я хочу подчеркнуть прям несколькими красными там жирными линиями потому что вы даже можете забыть курс про джаву вы даже можете не писать на джаве в как бы в будущем на каком-то другом языке писать но так или иначе вы столкнетесь с необходимостью работы с реляционными базами данных это вот я вам прямо гарантирую если вы будете и тэшниками и вы обязательно столкнетесь с тем что код который вы пишете он может быть небезопасным он может содержать какие-то вещи связанные с утечками безопасности и на самом деле как ответственное отношение к безопасности ответственное отношение к security это черта которая должна быть присуща любому айтишнику любому разработчику 21 веке ну просто как вот такой вот номер один такой не технический скил ответственное отношение к безопасности не стоит думать что там безопасники что-то там за нас делают и там что-то по закроют наши дырки нет прежде всего дырки исходят от нас самих а последствия могут быть чудовищными потому что сейчас ну просто судьбы людей зависит от того что какие-то пароли утекли ли какие-то данные поменяли но это может быть такой авто для лекции но я считаю что это важно важно проговорить может быть я в самом конце еще об этом что-то скажу и так помним про безопасность и первая значит самая опасная штука которая существует при работе с с ql когда вы пишете свой код это из ql injection и решение оно очень простое используйте препарь стейтмент вот здесь вот через знать знак вопроса когда мы сказали что это значит какой-то тип данных если мы здесь сделали set int то понятно защита она была бы уже даже на уровне даже на уровне компиляции но здесь set string окей тут может быть какая-нибудь плохая строка но gdbc драйвер через препарь стейтмент он обеспечит нам как бы защиту так что это будет достаточно хорошо экранированная строка что это не будет проинтерпретировано базой данных как какой-то кусок из ql который нужно каким-то непредвиденным образом исполнять защита очень просто так у нас есть достаточно времени для того чтобы рассмотреть демо пример я хочу его рассмотреть в разных ипостасях при помощи самописного слоя работы с базой данных через gdbc и потом при помощи spring gdbc темплейта чтобы вы поняли как это делается и уже какие-то затронуть архитектурные вещи у меня вопрос есть ли какие-то вопросы вот потому что я рассказал вот сейчас первой части лекции вот но материал просто его мало я думаю что все понятно значит давайте посмотрим как некий демо пример я знаю что у разных там потоков или подмножеств тех кто смотрит эти лекции есть разные домашние задания некоторые из них уже связаны с созданием каких-то сущностей и значит структуры база данных я возьму такой пример мне близкий давайте напишем базу данных выступлений на джава конференциях у нас есть разные конференции на конференциях есть докладчики докладчики выступают с докладами то есть жирным шрифтом выделены сущности которые мы будем хранить базе данных но и значит понятно что на конференции есть много докладов а у доклада бывает несколько докладчиков соответственно значит история здесь вот такая история здесь такая у нас имеется значит таблица конференции на которую ссылается по внешнему ключу значит таблиц доклад и то есть у нас получается здесь как связь один ко многим одна конференция много докладов у нас есть значит таблица спикер а уже спикеры они в отношении многие ко многим соединяются с докладами соответственно чтобы имитировать отношение многие ко многим в реляционной базе данных нам нужна еще одна таблица ток спикерс которые там одним полем смотрит на спикера другим на доклад и таким образом мы замоделировали нашу базу данных в SQL значит давайте посмотрим на этот пример в виде SQL вот он это собственно говоря кусок так называем dddl то есть SQL который определяет таблицы и связи между ними в базе данных кто уже на SQL что-то писал тому это выглядит знакомо кто значит не писал для тех это пока еще непонятный язык но ничего страшного ничего сложного в этом языке нет вы учите будете им пользоваться то есть мы здесь видим таблицы поля определенные типы полей связи через foreign key которые здесь же появляются то есть достаточно простой такой ddl вот и дальше мы хотим сделать некий значит сервис который нам позволит ну не знаю получить список конференций всех существующих или там для данной конференции извлечь список всех докладов как мы это можем сделать начну давайте попробуем начать с hello world а значит наивным образом каким-то пример начать писать но я могу просто взять вот этот вот пример скопировать прямо с со слайда где он тут у меня вот он пожалуйста копия сделать пейс но у нас здесь где-то должен быть data source значит соответственно дайте я сейчас подсмотрю у нас тестах есть по моему data source ну так 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 а ну вот сейчас мы его скопируем сюда и посмотрим это и будь наш data source сейчас значит как чем здесь get statement это нет креет потому что стоит как важно проверять код со слайда вот значит смотрите на самом деле это data source конечно же потому что gdbc connection пол он имплементирует интерфейс data source что мы сейчас с вами проделали а мы взяли базу данных h2 база данных и что она хороша чем она хороша как модельная база данных для того чтобы экспериментировать в java с базами данных потому что у нее есть возможность работать в embedded режиме прямо как ну прямо как библиотека что ли то есть обычно когда вам надо работать с какой-то базой данных вы устанавливаете этот постгресс себе на машину вы запускаете этот сервис вы настраиваете чтобы он работал на каком-то порту а потом вы прописываете что здесь localhost порт такой-то логин такой-то пасворд такой-то вот вы что этого всего делать не надо потому что она может работать как и на memory база данных но понятно что все данные пропадут когда закроется приложение но для нужд тестирования для нужд обучения часто именно это нам и нужно поэтому сразу значит обращаю ваше внимание на то что у нас вот h2 сейчас где у нас тут да вот ком h2 database вот и что за затаскивается в проект просто как обычный maven dependency и может быть использован значит в наших проектах как такое модельная база на практике и используют для тестирования приложений работающих с базами данных в принципе поскольку она неплохо эмулирует стандартные скуэли разных баз данных и поэтому ее используют для такой цели но возвращаемся к нашему hello world примеру вроде все нормально вроде все хорошо значит но что нам как бы делать если мы захотим вот опять же с этим стейтментом что-то разное поделать такое то есть мы наверное захотим взять и допустим экстракт метод напишу do something значит то есть идея такая что нам же не не что-то одно надо делать с базой данных нам надо делать что-то что-то разное вот и возможно таких методов которые будут что-то разное делать с базой их много и смотрите что у нас получается у нас получается что ну во-первых мы находимся сейчас в статик контексте и этот метод он тоже оказался статиком и и здесь вот мы все время этот стейтмент начинаем передавать как параметр более того чаще всего на практике вам даже не стейтмент захочется передавать а скажем connection потому что но вам надо будет разные стейтменты создавать и вот тут возникает очень неприятная история потому что этот стейтмент он его надо постоянно передавать в аргументы количество аргументов пухнет у функции потому что вам нужно же помимо самого стейтмента передать то что чем собственно функция занимается получается такой вот макаронный код более того вот получили мы этот стейтмент здесь вопрос вот абстрагируемся допустим мы не знаем что там у нас наверху как мы этот стейтмент создавали вопрос мы должны его закрыть после использования или не должны и нас как пользователя вот этого нашего api или там может быть мы оверайдим этот метод если код большой чуть побольше чем hello world это становится такой не иллюзорный большой вопрос потому что но мы действительно не знаем может мы должны закрыть этот стейтмент потому что иначе у нас будет утечка ресурс а может если мы это стейтмент закроем и наоборот его испортим а он как-то переиспользуется дальше и опять же это приводит к такому плохо поддерживаем у кода то есть соответственно надо что-то что-то менять что-то с этим делать и нас давайте попробуем как-то по-другому к этому вопросу подойти так для этого у меня есть такой класс simple gdbc стейт simple gdbc темплейт который мы уже с вами который я уже построил для вас заранее значит что в нем в этом simple gdbc темплейте такого он принимает при создании своем connection пул себе в качестве аргумента и уже работает с connection пулом а дальше он делает следующее он реализует такой хитрый паттерн который называется execute around который работает следующим образом когда мы хотим получить connection вот из нашего simple gdbc темплейта он не отдает нам connection в виде вот такого то есть мы могли бы сказать там public что там connection get connection да и отдать сюда connection пул но мы так не connection пул get connection да вот вот смотрите здесь он конечно говорит что тут exception может возникнуть и тут вот уже сразу вопрос но нет вопрос на самом деле не в SQL exception вот допустим отдали мы этот connection как мы гарантируем то что человек который получил этот connection от нас он его закроет он его нам вернет ну никак хотя это вот уже пул и закрытие то есть возвращение в пол что уже не так плохо но гарантировать закрытие мы не можем никак мы можем только очень хорошо попросите пользователей но мы же знаем что программист может просто забыть поставить эту строчку код получается хитрый поэтому идея эта заключается в том чтобы connection никогда не отдавать а вместо того чтобы отдавать connection значит требовать наоборот от нашего пользователя ответить на вопрос а что ты хочешь сделать с этим connection а чтобы задать вопрос что ты хочешь сделать с этим connection у нас как раз отлично работают функциональные интерфейсы лямбда и методы референсы раньше работали анонимные классы кстати говоря а сейчас еще лучше работают лямбды то есть мы можем сказать да просто передай нам лямбду которая будет что-то делать с connection а мы параметром этой лямбды connection нададим а потом этот connection в пул обратно вернем видите она работает в три блоки и соответственно значит тем самым мы гарантируем что connection всегда закроется вернется в connection пул или стейтмент допустим опять же нужен понадобился нам стейтмент но вместо того чтобы отдавать целиковый стейтмент мы можем сказать нет погоди ты лучше скажи что ты хочешь сделать с этим стейтментом дай нам лямбду мы создадим connection видите вот этим нашим способом потом мы создадим в три блоки стейтмент выполним вернем там не сам стейтмент а результат выполнения значит вашей лямбды туда и закроем его то есть у нас утечки никакой не произойдет то есть вот он как бы вот он алгоритм действия то есть это алгоритм действия с connection вот он трой блок а это алгоритм действия со стейтментом обратите внимание я здесь не пишу в два вложенных края потому что вместо того чтобы писать два вложенных края я пользуюсь уже своим методом connection значит который берет себя лямбду и передает удалям потому что вот он уже в трой блоке так или иначе создается сейчас я покажу на примере как это может быть зареализовано в ну собственно говоря в да у класса да у классы значит расшифровывается когда дата access object но собственно говоря тот сервисный слой который обращается к базе данных и превращает данные из базы в какие-то объекты уже удобоваримые удобочитаемые для для java ну например у нас должен быть метод сохрани конференции а значит и параметром этого метода является коллекция конференций значит конференция из себя представляет вот такой вот дата класс у нее есть айдишник у нее есть имя этот дата класс он пока отвязан как бы от базы данных полностью и но его поля они соответствуют полям в базе данных мы передаем в да услой значит как мы с этим работаем мы говорим что да нам нужен prepared statement и нам нужно в цикле этот prepared statement выполнить да то есть мы получаем prepared statement при помощи вот такого вот вызова insert into conference ID name values знак вопроса знак вопроса а дальше мы в качестве лямбды говорим что мы хотим с этой с этим prepared statement сделать но мы хотим вот в цикле в таком вот проставить параметры и повыполнять таким образом мы гарантируем но как бы мы гарантируем да что весь наш collection он проинсертится в нашу базу данных нам не нужно insert conference здесь закрывать да не надо нам его здесь закрывать потому что как бы мы его получили в параметре лямбда и мы знаем что с этим делать ничего не надо соответственно то чего нам не надо делать мы никогда не забудем сделать мы никаким образом этот insert conference наружу не отдаем потому что мы получили его в этом контексте в этом же контексте мы его собираемся использовать вот собственно и все давайте значит тесты что ли посмотрим как работают сейчас я запущу убедюсь что они зеленые у меня тоже честно говоря их не запускал что не покраснели с тех пор работы а вот значит каким образом могут быть построены тесты на базе h2 системы значит нам нужен gdbc template естественно потому что gdbc template это то что мы используем для того чтобы создать наш дал дал объект для того чтобы создать gdbc template нам нужен connection пул а затем значит дал объект мы создаем на основе gdbc template и вот засетапив вот это вот все в нашем юнит тесте значит а здесь мы используем in memory базу данных мы можем начать пользоваться да но прежде чем начать пользоваться базы данных нам необходимо создать базу данных поэтому мы пишем before each такой db initializer который в нашем случае просто берет строку он ее читает вот буквально из этого файла выполняет создает таблицы и значит после этого у нас в начале conference дау тест перед каждым тестовым методом получается чистенькая база данных со всеми таблицей где мы уже можем работать следующим образом создаем какие-нибудь набор конференций проверяем что значит в базе данных нулевое количество значит потом сохраняем и проверяем вот через дау слой и проверяем что их количество равно размеру объекта тест конференции и таким образом мы можем писать уже более более интересные вещи например там получить спикеров покон по айди конференции или допустим что у нас есть получить доклады все относящиеся конференции понятно что эту историю можно расширять и увеличить то есть там у данного доклада получить всех спикеров или там у данного спикера получить все доклады в которых он участвовал там сам или в качестве садокладчика дальше уже идет такая простая обычная работа java разработчика да есть вся вот эта вот обвязка и когда вы можете вот этим вот пользоваться и тесты летят и все у нас работает но тут вы можете сказать ну окей пример понятен значит но это что же такое это самоделка потому что simple gdbc темплейт это вот всего лишь навсего такой пример который я сделал специально для для данной лекции для данного класса действительно пользуются стандартными библиотеками сейчас я об этом остановлюсь скажу значит какие тут есть особенности вот смотрите есть у нас какой-нибудь юси что ты там да есть вот смотрите у нас может метод statement работать как метод возвращающие некое значение если здесь в качестве лямбды прописана функция возвращающие значение то есть вот нам надо вернуть сет всех конференций какие есть в базе данных и тогда мы это можем сделать буквально одной строчкой кода потому что значит на входе у нас statement а на выходе у нас уже с этой конференции видите вот здесь мы возвращаем этот резалт и сам вот этот вот simple gdbc темплейт он написан таким образом что находится подходящий overload находится значит подходящий type inference который нам возвращает в качестве результата то что делала функция которую мы подсунули вот вот сюда в качестве лямбды то есть имеет смысл посмотреть это все на гитхабе ну примеры к нашим лекциям имеет смысл посмотреть на вот эту штуку как пример того как можно делать такое более менее нормальный java api использующие здесь используются шаблоны здесь используются лямбды здесь используется type inference для того чтобы как бы вот это вот все работало теперь вопрос но конечно же в бою там в настоящих боевых проектах вы не будете использовать самодельные вещи вы будете использовать стандартные вещи и если мы говорим про работу именно с jdbc если мы говорим про работу с сql напрямую то джаве царствует spring framework про spring framework про то как он устроен и на каких принципах он построен мы будем говорить самом конце нашего курса я буду рассказывать вот поэтому сейчас я показываю некий пример который полностью вы понять еще не в состоянии но который дает вам даст вам некоторое представление ах да прежде чем показать этот пример давайте переключимся на слайды и посмотрим что у нас получается у нас сама собой получается некая такая ну как сказать здесь уместен когда у нас были лекции в в аудитории там в аудитории просто стояла такая штука для обеспечения картинки на проекторе и там записи звука просто куча оборудования которое соединено проводами и это был прямо отличная такая ну в общем такая отличная иллюстрация к концепции вайринга или концепции слоистой архитектуры то есть у нас имеются компоненты на самом деле смотрите у нас есть один connection pool который единый для всех и соответственно мы его один раз создаем у нас есть jdbc template который тоже един для всех мы его должны один раз создать но в качестве аргумента при его создании мы под передаем connection pool дальше у нас имеется ну несколько там допустим да у классов которые этот jdbc template используют как бы в качестве поля да они же все время ссылаются на jdbc template дергают его методы соответственно при создании каждого из этих сюда надо подтащить jdbc template и у нас ну может быть один контроллер или несколько контроллеров контроллеры это штуки которые что делал которые как бы слушают запросы допустим из веба приходящий по http протоколу и обрабатывают их они могут вызывать какие-то да у класс а может быть их несколько контроллеров может быть один контроль то есть у нас получается во первых некий граф компонент связанных во вторых у нас получается сами собой они распадаются на слои то есть возникает какой-то дау слой возникает какой-то сервисный слой затем возникает какой-то слой контроллеров и у нас возникает необходимость подпихивание вот этих вот объектов вот сюда то есть как соединение проводами или вайринг если мы посмотрим на пример который я показывал hello world пример в котором на самом деле нет никаких контроллеров есть только дау объекты и есть тесты то мы увидим работу по вайрингу которая происходит где она происходит она происходит вот здесь смотрите мы здесь создаем connection пул на самом деле как бы более явственно это будет если я скажу вот так вот если я скажу значит создая здесь переменную да эй чё alt enter то не работает connection source или data source data source data source значит пул равняется а дальше я этот пул сюда подпихну да это правило поле в классе то есть смотрите я выполняю работу по производству чего я выполняю работу по производству вот этой вот конструкции из компонент соединенных проводами работа которой выполняется как бы на фабрике то есть на самом деле то что здесь происходит это есть фабрика значит некой конструкции компонентный которая соединена через вот эти вот new создаваемой здесь. И в принципе пока вот эта картинка достаточно проста и компонент у нас мало и все это обозревается, мы вот в такой фабрике можем всю эту работу по созданию объектов проделать. И в ваших домашних заданиях, которые уже сейчас есть и которые уже требуют какой-то какого-то некоего анализа объектного некого проектирования, вы эту работу там проделываете и может быть неосознанно, но что-то подобное пишете. Так вот, Spring это прежде всего такая штука, которая позволяет вам вот этот вот wiring объектов автоматизировать и просто задекларировать те компоненты, которые вам нужны, просто задекларировать то, что вам нужно в этих объектах и дальше значит как бы фабрика по созданию этих объектов она будет работать автоматически. Как это будет почему это нужно, как это происходит, про это мы будем говорить, когда я буду говорить про Spring и там нет никакой магии, все это очень хорошо и понятно, но сейчас это просто такой тизер, небольшое введение. Почему я сейчас это говорю? Потому что у нас есть другой пример у меня, который называется Spring JDBC Example и в этом Spring JDBC Example тоже есть DAO классы, которые на самом деле очень похожи по структуре своей на то, что я показывал в учебном примере, в Hello World примере. Мы видим здесь объект JDBC Template, это уже Spring JDBC Template, и это нормальная штука, через которую вы нормально можете работать с базой данных в нормальном обычном Enterprise-проекте, если вы не используете JPA, Hibernate и другой уровень абстракции. Соответственно, вы получили этот JDBC Template и дальше вы с ним что делаете? Execute, а здесь что мы видим? Мы здесь видим prepared statement какой-то и дальше мы здесь видим некую лямбду, которую мы подпихиваем в этот JDBC Template. Почему я так долго показывал Hello World пример? Потому что мне было важно понять, объяснить, вернее, вам всю мотивацию, которая за этим стоит. Почему здесь лямбда, почему это так странно выглядит, почему мы должны лямбду сюда пить? Да ровно за тем самым, что вы здесь получили некий объект PS prepared statement значит callback, который имеет некий интерфейс, которым вы можете пользоваться в контексте данной лямбды, который вы не передаете наружу, но в котором есть все, что вы хотите сделать и которым вы не управляете, потому что когда закончится лямбда, Spring JDBC Template сам решит, что с этим сделать, закрыть, переиспользовать, выкинуть, финализировать и так далее. Вы этим не управляете. Отсюда возникает лямбда. А в параметрах вы передаете просто некий шаблон запроса с параметра. Функциональность примера Spring JDBC Template примерно повторяет функциональность примера Hello World, который называется просто JDBC Template, в котором есть метод Simple JDBC Template, вернее, не метод, а класс, но уже с использованием Spring. Ну и единственная магия, которая здесь пока непонятна, но которую я буду объяснять в больших подробностях, заключается в том, что мы во-первых тут мы можем создать, есть ли здесь тесты, я не знаю. Сейчас посмотрим. Есть у нас здесь тесты, значит, и есть у нас тесты на DAO слое. Вот. И обратите внимание, что в этих тестах вот это волшебное слово, значит, AutoWired Conference DAO, который нам говорит, что получи как-то объект, который является типом Conference DAO. А в Conference DAO мы имеем значит, Private Final Poly JDBC Template, которая, ну, тут ломбок, конечно, но если мы этот ломбок уберем и просто добавим конструктор параметр, то это будет все то же самое, то есть смысл от этого не поменяется, то есть этот Conference DAO, он имеет параметр конструктора, в котором он просит JDBC Template. И вот здесь, если мы посмотрим на тест, то мы говорим AutoWired DAO, который нужно получить какой-то этот JDBC темплейт, он его подставит туда, Spring, и создаст. И мы уже можем работать с ним так, как будто бы мы его создали в фабрике. Все остальное не меняется. Идея та же самая, и точно так же мы через лямбды работаем. Есть у меня что-то? Нет. Больше ничего у меня на сегодня нет. Значит, что еще можно сказать? что это не единственный уровень абстракции, который возможен при работе с базами данных. Есть у нас GPA, всякие URM фреймворки, наиболее распространенные это Hibernate, но это выходит за скоп нашего курса. Изначально может быть кто-то, кто работает отдельно на семинарах этим будет заниматься. Но в любом случае к URM фреймворкам можно относиться по-разному, у них ограничения свои тоже существуют, а самая прямая работа с базой данных, которая позволяет вам использовать все возможности SQL, все возможности и фичи базы данных, которые предоставляются напрямую через SQL язык, это, конечно же, GDBC. И сейчас мы рассмотрели его в более-менее практическом ключе, как его можно использовать в настоящих больших сложных приложениях. На этом у меня все. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Вот. Давайте я остановлю. Спасибо.